Рязанская область готова перейти к третьему этапу снятия ограничений, установленных из-за угрозы распространения коронавируса. Такое заявление сделал глава региона Николай Любимов во время официального обращения к жителям Рязанской области 8 июля. По словам губернатора, ситуация с распространением COVID-19 относительно стабилизировалась и имеет устойчивую положительную динамику. Третий этап по снятию ограничений мы начнем с 10 июля. По моему поручению уже подготовлено соответствующее распоряжение. Смягчающие меры начнут действовать сразу после вступления его в силу. На третьем этапе в соответствии с федеральными нормами возобновится работа организаций и индивидуальных предпринимателей сферы торговли, а также общественного питания. Теперь смогут открыться музеи. Станет возможным организация конференций и выставок при соблюдении ограничений по предельному количеству посетителей или участников из расчета не менее 10 квадратных метров на одного человека. Аналогичные нормы установлены и для библиотек, которые также смогут начать свою работу. Спортивные клубы, фитнес-центры смогут работать с загрузкой не более 50%. Это условие распространяется и на проведение мероприятий на объектах спорта. Однако детские развлекательные комплексы, площадки и центры, игровые комнаты и зоны для детей в торговых центрах останутся пока закрытыми. Что касается санаторий, в том числе детских, эти учреждения должны будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и только после согласования с Роспотребнадзором. Так же, как и гостиницы, мотели, хостелы, базы отдыха. Запись к врачам в поликлиниках теперь будет доступна и через регистратуру. В полном объеме будет оказываться плановая, в том числе высокотехнологическая помощь в условиях стационара, но с запретом посещения больных. Что касается детских садов, то здесь ситуация такая. Организация дежурных групп детских садов, в том числе частных, работа центров образования детей, проведение смен в летних оздоровительных лагерях станет возможным с 15 июля. Исключение составляют профильные палаточные лагеря, туристические походы, слеты и другие малые формы организации досуга детей. Эти мероприятия организовывать пока будет нельзя. Сохранится сменный характер работы для стационарных социальных учреждений. После 10 июля при условии соблюдения гражданами социального дистанцирования официально откроются парки, скверы, пляжи и другие места массового отдыха населения. Олеся Котровская, телекомпания «Город».